Добрый день. Наша встреча, презентация новой книги Анатолия Константиновича Мельчука, тюменского автора, прозаика, публициста, журналиста, документалиста, должна была состояться в апреле. Но из-за карантина мы перенесли эту встречу в виртуальное пространство. И эта книга в рамках культурно-просветительского проекта «Читать модно» открывает новый цикл наших обзоров, бесед и лекций о книгах. Итак, «Человек о век». Анатолий Константинович Амельчук создает не просто книгу, это своеобразная энциклопедия, посвященная Сибири. Если мы посмотрим оформление книги, уже сам Корешов, разноцветный, говорит, показывает нам отдельные главы, отдельные сюжеты. И получается, что книга составлена с одной стороны, как будто каждая глава – это документальный фильм, созданный, но записанный словами, текстами, фотографиями, рисунками замечательных тюменских художников Александра Кухтерина и Геннадия Райшева, хантыйского гениального художника. И одновременно эта книга написана стихами, отдельными фразами, словечками сибирскими, которые используют Амельчук, для того, чтобы разграничить поле размышления, поле интервью, поле судеб человеческих, которые составляют, собственно, историю Сибири. Итак, «Человековек». Само название говорит о том, что великая единица времени – это век, столетие, и человек объединяется в единое понятие – Сибирь. Сибирь – великая, Сибирь – пространство, над которым сошлись звезды. И сам автор говорит о том, что он благодарен Сибирю за то, что он родился здесь, в селе Могутино. И он благодарен Сибири за то, что она дала ему ощущение таланта жить. Но не просто талант жить, а одновременно талант увидеть. Поэтому Амельчук ездит, летает, плавает, ходит десятки тысяч километров по Сибири. Он забирается на крайние мыс Чукотки, в Ямальскую тундру, на вершины Алтайских гор. Он плывет по сибирским рекам, снимает свои фильмы и пишет свои книги. Но одновременно с этим он талант общения, общения с людьми, не просто выдающимися. Потому что он пишет летопись «Выдающиеся Сибири», «Выдающиеся современников». И наших, как он говорил, наши современники по истории, по прошлому, по величию сибирскому. Одновременно в этой книге предстают десятки, сотни судеб, тысячи людей, которые рассказывают, оценивают, вспоминают, с которыми Амельчук постоянно разговаривает. Их фотографии, их кратенькие истории жизни, они все вошли в этот новый сбойник, в эту новую книгу. Так о чем же эта книга? Эта книга очень своеобразная. С одной стороны, Амельчук рассказывает нам о времени. И поэтому свое время он убирает и отодвигает на 500-600 тысяч лет, когда палеонтологи нашли останки древнего человека. Его назвали Денисовские. И вот Амельчук выдвигает теорию вместе с учеными о том, что вот он, первый сибиряк. Вот тот самый, вокруг еще были не эндертальцы на границах Европы, а в Сибири уже был человек современный, как бы вот человек сибирский. И не случайно наши 19 века областники, ученые говорили о том, что именно Сибирь дает особый характер, особую ментальность человеческую, особый взгляд и особое трудолюбие сибирское, упорство, характер. Вот этим, наверное, отличается и сам Амельчук. Потому что столько написать 40 книг прозы, поэзии и журналистских очерков, отснять документальные фильмы, сюжеты телевизионных фильмов, просмотреть, изучить огромное количество исторических фактов и документов, фотографий, отобрать рисунки для того, чтобы создать эту книгу. Итак, что такое эта книга? С одной стороны, мы можем посмотреть уже, она читается или ее можно рассматривать как дерево. Вот мы дерево рассматриваем не последовательно, а как вот взгляд куда бросит, на какой листочек, на какую веточку. Так эту книгу можно открыть в любом варианте, на любой странице и вчитываться в то, что нам предлагает автор. А предлагает он на перекрестках истории вот этой географии дорог, которые пройдены сибириками, нашими предками, казаками Ермака. А до этого еще и племенами, вышедшими из Монголии. А до этого еще, может быть, Атилой. Вот этими дорогами, на перекрестках этих дорог и современной России. Амельчук выстраивает судьбы людей. На страницах предстает и нефтяники. Это то, что делает экономическую основу Сибири и России современной. Мы видим здесь и Юрия Шафранника, и Владимира Богданова. Мы видим их вклад в могущество российское. Это не только нефть и газ, это культура, это новые церкви, это новый подход к освоению, это экология сибирская. Интересно, что рядом со Шафранником всегда вот Чехов. А что их объединяет? Чехов и Шафранник. Одна из глав этой книги. А их объединяет дорога сибирская, Сахалин, просторы гигантские, исследования нового края. А главное поступок, поступок человека, который идет по дорогам Сибири. И выйдет огромное звездное небо. Видит ангарские столбы. Видит алтайские горы. И на одной из вот этих гор, или, правильно сказать, наверное, может быть, курганов, видит удивительный памятник великому человеку сибирскому, писателю Василий Макарович Шукшин. Нестоящий с книгой. Он сидит так, как сидит его герой фильма «Красная» или «Калина Красная». Сидит, размышляя о Сибири, о Болтайе, о судьбах народных. Интересно, что в этой книге сам Амельчук выделяет для себя какие-то приоритетные личности. Безусловно, исторические деятели сибирские, типа Федора Цеймонов. А пальный, сосланный в Сибирь, исследователь, который стал губернатором Сибири, в каторгу сосланный, решенный дворянством и в состояние, начиная с нуля, он создает свою новую совершенно страницу своей жизни. Он строит корабли и прокладывает дороги. Он строит и следует Сибирь. Он проходит эту Сибирь и закладывает могущество восточной Сибири, окраина, выход на Тихий океан. Амельчук пишет о Чечерине, Екатериненский период в истории Тобольска. Пишет, вспоминает Семена Ремезова, одного из великих людей, создателей Тобольского, вот чертежная книга Сибири и строителя Тобольского Кремля. А самое интересное, что вот Анатолий Константинович заинтересован исследовать, а что же вообще такое Сибирь? Вот ну кто создал ее? И поэтому он ставит какой-то проблемный вопрос или проблему перед историками, академиками и рядовыми людьми, перед бурятами, перед туимцами, перед монголами, которые живут в восточной Сибири. А роль Чингисхана? Чингисхан велик? А что он принес вообще для Сибири и для России? Кроме того, что он сделал дорогу, открыл вот Восток для Европы и для Московии? А что такое вообще оценка исторического вклада любого человека? Поэтому, кроме исторических деятелей, нефтяников, историков, Амельчука интересует судьбу художника. У него в этой книге встречаются, или он исследует, берет интервью у трех авторов. Это Лев Гумилёв, тот самый сын опального поэта Гумилёвой и Анны Ахматовой. Лев Гумилёв, который в лагерях, 15 лет лагерей, где-то внизу под лавкой лежал, как он пишет о себе, что я лежал под лавкой, где меня никто не трогал. И писал мысленно свои книги, исследовал историю этногенез народов сибирских, степняков. И вот потом эта встреча Амельчука с Гумилёвым, она состоялась в музее уже Гумилёва. Они обсуждали, разговаривали, вспоминали. Затем авторская встреча была с Виктором Астафьевым, автором удивительного романа «Царь рыба». И очень жаль, как пишет сам Амельчук, у него не состоялась встреча с Валентином Распутиным. То есть вот эти сибиряки, эти великие страдальцы, мыслители о земле русской, о сибирской, они не встретились втроём, чтобы поговорить с Амельчуком. Или правильно, что у него не получилось собрать их. Но зато был памятник Шукшину, зато были памятники героям. И одновременно он вспоминает ещё одного писателя «Удивительные судьбы человека». Это Анна Неркоги, Ненко, которая родилась в приполярной тундре в кочевой семье. Женщина, которая создала сама себя, выучилась, написала с помощью Константина Логунова первую свою книгу. Получила сразу же членство в Союзе писателей. А затем были его повести и, наконец, молчащие. Она пришла к православию. Вот преодолеть этот тысячелетний путь, времени и историческое пространство смогла только она. Поэтому она сейчас открывает эту дорогу православия для сирот Ненецкой тундры. Она собрала детский дом, они построили школу, они построили церковь, она занимается с детьми и пытается воспитать их на грани высшей гуманности, православной, христианской веры и одновременно граждан своей тундры. Они должны любить свою природу, ухаживать за своими оленями, они должны научиться экологии жизни в этом пространстве, в этой лесостепи, в этой тундре. То есть каждый герой этой книги, о которой рассказывает Амельчук, представляет собой великий перекресток судеб, пространства сибирского и времени сибирского. И не важно сколько тысяч лет или наш современник это, это люди, которые создают могущество не просто Сибири, но и могущество России. Ну и в конце концов сам Амельчук о себе говорит, что Сибирь дала мне талант жить, талант видеть и уметь рассказывать, талант слышать людей и показывать их в документальных фильмах, пишет свои сюжеты, пишет сценарии документальных фильмов. Она дала талант почувствовать себя сибириком и рассказать о Сибири в каждой новой книге. Рассказать так, как может только Амельчук. Ярко, образно, с привлечением огромного количества фотографий или продукции с привлечением большого количества цитат и стихов собственных.